Здравствуйте! В эфире выпуск информационной программы «День города» с вами Марина Комиссарова. Смотрите в ближайшее время в материалах моих коллег. Глава региона призвал правоохранительные органы разобраться с водоканалом. Ниже Плинтуса сумму прожиточного минимума сократили на 200 рублей. Фильм ужасов с Солодча, откуда в поселке появились десятки трупов птиц. Необходимо разобраться, почему водоканал работает с убытками, заявил глава Рязанской области. Николай Любимов поручил привлечь к сложившейся ситуации правоохранительные органы, чтобы выяснить, не было ли в прошлом злоупотреблений на предприятии. Любимов выразил недоумение по поводу убыточности муниципального предприятия «Водоканал» города Рязани. Цитирую. «Необходимо разобраться, почему водоканал оказался убыточным. Этого не может быть при том тарифе, который существует сейчас», – подчеркнул Николай Любимов. «Ситуацию надо кардинально менять. Это должно быть реально работающее предприятие, которое само себя обеспечивает». Любимов поручил Олегу Булекову досконально изучить экономику предприятия, сообщает сайт регионального правительства. Глава региона поручил привлечь к сложившейся ситуации правоохранительные органы. По одной из центральных рязанских улиц почти на месяц ограничат движение. Об этом информирует городская администрация на своем официальном сайте. В связи с проведением строительных работ на тепломагистрале с 8 часов утра 7 апреля до полуночи 28 апреля ограничат движение транспорта напротив дома номер 1 по улице Семинарской. В частности, закроют полосу движения по улице Соборной в сторону дома номер 6 на улице Семинарской, а также напротив дома номер 3 по улице Семинарской с закрытием двух полос движения в сторону Соборной улицы. На время производства работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки в соответствии с разработанной схемой движения транспорта. Места работ будут огорожены. К другим темам. Прожиточный минимум минимизировали. От былой суммы отняли 200 рублей, решив, что эти деньги лишние и выжить можно, сократив расходы. Что рядовой резанец может себе позволить на 10,5 тысяч рублей в месяц, разбирался Валерий Седов. Вероятно, к насущным вопросам, кто виноват и что делать, прибавится еще один. Как жить? В России величина прожиточного минимума вновь упала на 200 рублей. Теперь трудоспособные граждане попробуют жить на 10 тысяч 466 рублей. Для пенсионеров он вовсе стал равен 8 тысячам. Можно ли прожить в месяц на эту сумму, ни в чем себе не отказывая? Это мы и решили выяснить. Молодым семьям с детьми нет. С ЖКХ уходит 5-6 тысяч, поэтому не говоря уже о питании. 10 тысяч это только на неделю хватит. Я как многодетный отец, не знаю, в принципе не хватает, конечно. Я думаю, даже на неделю нельзя выжить. Примерно, ну больше в месяц вы тратите, чем 10 тысяч рублей или меньше? Больше, конечно. У нас ЖКХ 10 тысяч примерно, ну и 20 тысяч, допустим, где-то на семью. Как вы считаете, какая допустимая, наверное, сумма прожиточного минимума в месяц должна? 25-20. 1015, наверное, хотя бы. Ну нормально, чтобы питаться, наверное, 1020 надо. Прожиточный минимум включает в себя полную стоимость минимальной продуктовой корзины, 50-процентную надбавку на приобретение необходимых непродовольственных товаров и оплату услуг, а также коммунальные платежи и другие обязательные выплаты. На 2017 год, согласно расчетам правительства, трудоспособный гражданин употребляет за год, например, 100 килограммов картофеля и 60 килограммов свежих фруктов. Это значит, что обычный среднестатистический житель нашей страны должен употреблять в день 3 картофелины и 160 граммов мяса вместе с двумя огурцами в прикуску с 10 кусочками хлеба. Пожарить все это надо умудриться на кусочки масла в 40 грамм. На десерт можно съесть яблоко весом 160 граммов и выпить почти литр молока с тремя вафлями, общим весом 60 граммов. А также один раз в два дня можно съедать одно яйцо и употреблять за неделю 350 граммов рыбы. С непродовольственными товарами все еще интереснее. Так, почти за 8 лет вы можете купить только 3 предмета верхней одежды, а за полтора года вам полагается сменить только 7 пар носков или чулок. Зато, согласно расчетам, можно менять головной убор раз в год, а обувь два раза в год. С постельным бельем все обстоит чуть хуже. За год меняется только два комплекта. Также на свой прожиточный минимум раз в месяц можно сходить в кино или театр. Так что для обычных граждан даже такая сумма, как 200 рублей, имеет немалое значение. 10 поездок на общественном транспорте или дополнительный билет в кино, 6 буханых хлеба к завтраку или 20 пачек анальгина. Вывод можно сделать один. Денег нет, но вы держитесь. Сегодняшнего дня в силу вступили изменения в правила дорожного движения. Самыми обсуждаемыми из них стали ограничения для начинающих водителей, которые находятся за рулем менее двух лет. Теперь начинающим автолюбителям, опыт вождения которых не достиг двух лет, запрещено перевозить крупногабаритные и тяжеловесные грузы и буксировать автомобили на тросе. Также они обязаны клеить на заднее стекло знак «Начинающий водитель», представляющий собой восклицательный знак на желтом фоне. И если раньше такой знак на стекле приветствовался, но наказание за его отсутствие не грозило, теперь те, кто не обозначит свой автомобильный статус, будут платить штраф в размере 500 рублей. Изменения коснулись и начинающих водителей категорий А и А1. А теперь два года после получения прав мотоциклисты не имеют права перевозить пассажиров. А в случае, если все же решат кого-то прокатить, заплатят те же 500 рублей. Полтысячи стоит и отсутствие на автомобиле знака в виде буквы «Шан», что означает шипованная резина. Вот ранее ответственности за это не было, так вот теперь вот этим же постановлением 333, как я уже повторюсь, внесены изменения права дорожного движения. Теперь такая обязанность лежит на водителе устанавливать данный информационный знак. И с 5 апреля за это также будет административная ответственность. Так что, если до сих пор они поменяли резину на летнюю, ездите на шипах, поторопитесь в ближайший магазин, но введения вступили в силу сегодняшнего дня. Тем более обидно заплатить штраф по пути в ближайший шиномонтаж. Впрочем, синоптики пока не советуют преобуваться, обосновывая это тем, что температура воздуха еще не навсегда перешагнула через минус. Кстати, несмотря на то, что уже сегодня стекла автомобилей должны были запестреть восклицательными знаками и буквами «Шан», ничего подобного в нашем городе не произошло. То ли водителям проще заплатить 500 рублей, чем портить эстетический вид автомобиля. То ли водители просто пока не в курсе нововведений. А вот и некоторые нововведения остаются пока только в проекте. Для начинающих водителей пока не сделали временное удостоверение вместо прав. Но зато еще осенью усложнили условия сдачи экзамена в ГАИ. А теперь во всех российских автошколах хотят вести обязательные уроки водительской этики. Ведь дорожное движение – это та область, где воспитание может оказать не меньшее, на то и большее воздействие, чем самое суровое наказание. Многих трагедий на дорогах можно было бы избежать, если бы водители уважали друг друга. Парковки – еще одна серьезная проблема современного города. Экологи предложили простое и гениальное решение животрепещущего вопроса. Экопарковки могут стать серьезным оплотом экологическому климату городской среды. Количество свободного пространства, которое пожирают припаркованные автомобили, постоянно уменьшается. Из-за такой нехватки мест водители паркуются прямо во дворах. Некогда красивые зеленые газоны превращаются в серую землю, на которой больше ничего не растет. К тому же количество вредных веществ, которые оседают в городской черте, к сожалению, не выдерживает никакая трава. Поэтому сейчас планируется строительство экопарковок. Они представляют собой ячеистые плиты, которые кладут прямо на газон, благодаря чему автомобили не портят зеленых насаждений. Экопаркинг широко распространен в странах Европы. Их срок службы составляет около 25 лет. По словам председателя Госдумы, решить в одночасье проблемы с нехваткой парковочных мест невозможно. Но работа в этом направлении ведется. В этом году укладка ячеистой плитки под парковками начнется около крупных больниц. Асфальт в жару нагревается, а в дождливую погоду скапливается вода. На экопарковке вода уходит в землю. К тому же она гораздо дешевле асфальта и безвредна с экологической точки зрения. Более того, она позволит увеличить количество зеленых насаждений во дворах и вернуть им былую красоту. Смотрите во второй части выпуска. Рука не дрогнет. Состоялся кубок города по пулевой стрельбе. Кушать подано. В мире отмечают Международный день супа. Фильм ужасов в Солочи, откуда в поселке появились мертвые куры. Ждать нельзя. Отремонтировать. Список дорог, которыми службы будут заниматься в первую очередь, огласили в правительстве региона. Анна Герцовская проехалась по улицам города с редакционной проверкой состояния дорожного покрытия по указанным адресам и не только. В эти дни на дорогах города появилось несколько информационных счетов. Каждый из них расположен на той улице, где будет совершен ремонт асфальтового покрытия. На счетах обозначены сроки ремонта, так что теперь каждый автомобилист, не выходя из машины, будет осведомлен, когда дорога на той или иной улице приобретет новый облик. Это также поможет автолюбителям заранее планировать маршруты передвижения, продумывать пути объезда, чтобы в разгар ремонтных работ избежать пробок. Информационные счеты появились на Первомайском проспекте. Там будет приведен в порядок участок от площади Ленина до путепровода. Несмотря на то, что дорогу здесь можно назвать достаточно крепкой, она также требует ремонта. Среди крупных объектов, на которых произойдут изменения, Куйбышевское шоссе, улица Высоковольтная, которая сейчас изрыта ямами, и улица Большая. На ней ситуация с дорожным покрытием находится в неплохом состоянии и является собой нечто среднее между качеством дорог на Первомайском проспекте и улице Высоковольтной. С начала дорожно-ремонтной кампании 2017 года большое количество работы уже было произведено и на других улицах. В общей сложности 9700 квадратных метров асфальтового покрытия исправили за счет ямочного ремонта. Однако в Рязани все еще остаются улицы, которые требуют дополнительных мер реагирования. Эта дорога расположена в районе гор Рощи на улице Шестой линии. От асфальта тут остались одни напоминания – щебень, ямы, кочки и земля. Эта дорога важна, поскольку по ней осуществляется подъезд, в том числе и к местному детскому центру. Во всех дворах есть дети, но не везде есть секции для их занятий. Порой граждане с соседних улиц вынуждены с детьми подъезжать сюда на машинах или пользоваться детскими колясками. Пешком удобнее здесь ходить в тот момент, когда дорога сухая. Поскольку она имеет наклон, во время дождя или весеннего таяния снега здесь происходит коллапс. Пешком не ходить, не ездить, здесь надо летать. После каждого дождя, вернее даже нет, когда тает снег, здесь такие ручьи бегут, просто реки. Очень опасно и очень опасно для пешеходов. Вот там колодец открытый и вот здесь тоже открытый. Дети здесь ходят. Открытые люки от половодия на улице шестой линии не спасают. Они оказываются под водой, становясь незаметными и еще более опасными. Нередки случаи, когда на этой дороге застревают автомобили в грязи. Многие местные жители, с которыми нам удалось пообщаться, сообщили, что живут неподалеку отсюда на протяжении 30-40 лет. За все это время ни разу ремонта дороги не проводилось. Однако это не мешает горожанам регулярно ездить по этой тропе. Сотни людей живут в домах на этой улице и все они сталкиваются с неудобствами. Очевидно, что ремонт на подобных дорогах не менее важен, чем на центральных. Периферия смогла бы разгрузить город и, возможно, по этим причинам в скором времени улица 6-я линия будет включена в план по ремонту дорог. Местные жители ждут этого с нетерпением. С вами снова программа «День города». Вернемся к главным темам дня. С напоминающей сценой из фильмов ужасов в ситуации столкнулись жители поселка Солочи. Рядом с жилыми домами, расположенными в лесу, обнаружилось необычное захоронение. Десятки мертвых куриц на земле и в мусорном баке. Во всей видимости, птицы перенесли заболевания, поскольку вороны, решившие полакомиться, ими также погибли. Что происходит в районе, выяснял Валерий Седов. Весна не балует нас погодой, но ежедневные дожди не могут помешать прогулке по красивым лесам Солочи. Так, гуляя с собакой, Оксану ждал неприятный сюрприз. Собака нашла курицу, соответственно, курица была обглоданная. Мы стали смотреть, откуда она ее взяла. И, соответственно, увидели, что, наверное, больше десятка кур было выброшено в противопожарный ров. Потом мы их собрали в пакеты целлофанов и положили в контейнер. В контейнере стали смотреть, там еще мешков семь с этими курами. В мешках лежали туши от больших до маленьких. А в импровизированном захоронении есть даже вороны. Видимо, они почувствовали запах разложения и решили полакомиться. Когда местные жители обнаружили такое количество мертвых птиц, теории предположений возникло не меньше. Не, они не убиты, потому что перо там целое. Видимо, когда начинался общий падеж, вот болезнь, вот. И я думаю, что их просто при массовом, потому что и большие все-таки куры, взрослые, да, там петухи, и молодняк, и все подряд в одной куче. Местные жители в шоке. Они не предполагали, что такое необычное событие может произойти совсем рядом. У нас нет именно этих людей, которые держат птицу. А вот откуда она появилась здесь, мы не знаем. Я, например, не знаю, у кого такое количество кур может быть. Тут каких-то ферм куриных у нас рядом, я не слышал, чтобы были где-то. Поэтому так вот сказать, даже предположений нет никаких, откуда это привезено. Оставить такую ситуацию без внимания нельзя, ведь захоронение находится недалеко от жилых домов. К тому же у каждого жителя поселка в доме есть собаки, которые бездумно поедают и растаскивают этих кур. Поэтому жители поселка обратились в ветконтроль. На машинах не приезжают сюда? Здесь, вы знаете, один бункер на всю Солочу, на Полково, и вот на лесхоз, на зонт, один вот этот бункер. Сотрудники ветконтроля забрали несколько мертвых птиц на анализ. Пока служба проводит исследования, мы взяли комментарии у доцента кафедры биологии. Она предположила, что туши привезли из частного хозяйства, а не с птицефабрики. Об этом говорит сам способ утилизации и небольшое количество птиц. Можно предположить, что, скорее всего, здесь либо какое-то отравление произошло птице, либо какое-то инфекционное заболевание, потому что массовая гибель данного большого количества кур может вызвать и инфекции. Мы не можем знать точно, какой вирус данной инфекции. Здесь должна поработать ветеринарная служба или эпидемиологическая станция. Если предположить, что птицы умерли из-за того, что на фермерском хозяйстве кто-то травил мелких крызунов, то для человека это не несет никакого вреда. Если предположить, что это инфекционное заболевание, то вред может быть огромный. Инфекционное заболевание может передаваться и другим птицам, например, вот те же вороны. Врановые любят пытаться падалью. Они могут расклевывать данные тушки кур. И тоже подвергаться заболеванию инфекционным, переносить их на другие виды своей же сородичей, другие виды тоже птиц. Млекопитающие, в принципе, тоже те же собаки. Если это инфекционное заболевание, то может тоже подвергнуться заражению. Обстоятельства происшествия в данный момент выясняются. Сотрудники полиции в ходе проведения профилактических мероприятий по соблюдению миграционного законодательства на территории железнодорожного района города Рязани пресекли 14 правонарушений. Полицейские в рамках рейда обследовали места, где могут проживать и работать иностранные граждане. В дежурную часть отдела МВД России по железнодорожному району города Рязани по подозрению в совершении нарушения миграционного законодательства были доставлены 6 иностранцев. На них были составлены протоколы об административном правонарушении. Иностранные граждане были дактилоскопированы и занесены в базу фотоучета. Стрельба – один из самых древних прикладных видов спорта. Она ведет свое начало от состязаний в стрельбе из лука и арбалета. С появлением в середине 14 века огнестрельного оружия начались соревнования. Сначала из гладкоствольных ружей, а с появлением нарезного оружия обусловилось развитие пулевой стрельбы. Что характерно, популярностью вид спорта в наши дни пользуются больше среди прекрасной половины человечества. Не исключение и наш город. Именно девушки чаще выбирают стрельбу из пневматического оружия в качестве хобби. Олимпийская дисциплина. Упражнение ВП-4. Стрельба стоя, 40 выстрелов, дистанция 10 метров. На упражнение дается 4 пробных мишени. Количество пробных выстрелов не ограничено. Время на выполнение упражнения 1 час 15 минут. Сегодня в спортивной школе «Фаворит» проходит Кубок города по пулевой стрельбе. Спортсмены, на первый взгляд, сосредоточены и спокойны. Рука не должна дрогнуть, ведь именно сейчас подводятся итоги упорных тренировок. Я бы хотела, конечно, достижения высоких результатов в данном виде спорта. Но так как пока я занимаюсь не в такое длительное время, а как бы хотелось, я собираюсь продолжать заниматься этим видом спорта и надеюсь на последующие высокие соревнования. Соревнования в стрельбе из винтовки и пистолета были включены в программу первых Олимпийских игр в 1896 году. А с 1997 стали регулярно проводиться чемпионаты мира по пулевой стрельбе. И заслуга это известного французского стрелка Пьера де Кубертена, семикратного чемпиона Франции по стрельбе из пистолета. Для этих же юных рязанских спортсменов высокие достижения еще впереди. За счет энтузиастов и тренеров все-таки мы стараемся вкладывать душу в своих воспитанников. И говорить, что нет, вообще невозможно, потому что это такой спорт, и можно долго готовиться и выстрелить, как говорится, прям незаметно для всех. Если для представителей скоростно-силовых видов спорта физическая подготовка является ведущей в процессе тренировки, то пулевая стрельба предъявляет в этом смысле ограниченные требования, рассчитанные на оптимальное развитие координации и статической выносливости. Давно замечено, что занятия стрельбой сильно меняют личность спортсмена. Вырабатывается высокая эмоциональная устойчивость. Это связано с тем, что в нужный момент стрелок должен уметь сосредоточиться, отключиться от окружающей обстановки и прогнать любые непроизвольно возникающие мысли, не относящиеся к выполняемой работе. Не случайно и то, что попробовав стрельбу на вкус однажды, ею начинают болеть. И ищут любой возможности попасть в тир. Я пришел, я очень волновался, особенно перед стрельбой. Все дрожит, ноги, руки, ты стреляешь, винтовка там ходит, очень волновался. А сейчас, более не то, что сейчас привык уже, знакомые тир, знакомые люди, участники, поэтому волнуешься и спокойно стреляешь. Вид спорта, в котором одно из важнейших качеств – умение собраться, стать хладнокровным и уверенным – чистой воды психология. Нужно как бы больше подготовиться от себя морально к выстрелу, то, что ну как бы не нужно волноваться, и главное не сам выстрел, а главный процесс и идентичное выполнение каждого момента. Это одна из причин, говорят тренеры и судьи, по которым девушки в этом виде спорта преуспевают гораздо больше. Когда об этом говорю, что девушки, они как бы более дисциплинированы, у них лучше получается за счет того, что внутренние, наверное, лучше организованы и больше верят тренеру. У них нет экспериментов, поэтому девушки зачастую даже стреляют лучше, чем мальчики. Тир, в котором проходит кубок, соответствует всем международным нормам. Его отреставрировали в 2014 году. Закупили новые винтовки, и теперь у ребят есть возможность не только тренироваться, но и выполнять разряды. Резко возросло за эти три года количество занимающихся детей и взрослых. Также ребята приходят сюда еще не только для того, чтобы какие-то спортивные результаты, но плюс еще и подготовиться к сдаче норм ГТО. В последнее время это очень актуально, сдача норм ГТО. Поэтому у нас мы здесь готовим еще и ребята для того, чтобы они успешно сдали ГТО именно по пулевой стрельбе. Занятие стрельбой строится таким образом, чтобы психологическая активность была избирательной и в зависимости от стадии выполнения каждого выстрела, внимание было сосредоточено на его элементах поочередно. Развиваются вестибулярный аппарат и зрительный анализатор. Во время занятий и соревнований воспитываются дисциплинированность, ответственность, самостоятельность. В тренировки входит и изучение мер безопасности при обращении с оружием, правил сбережения, осмотра оружия и подготовки его к стрельбе. Ведь спорт и не так уж популярен в нашем регионе, однако основная база для его развития – сильный тренерский состав и заинтересованные ребята с горящими глазами – есть. А это, как известно, главное условие успеха. 5 апреля отмечают Международный день супа. Россия относится к странам, где его съедают много – примерно 300 миллиардов порций в год. Причем готовить первые блюда люди предпочитают сами, поэтому не прижились в нашей стране сухие и консервированные супы. Кстати, в фаворитах россиян борщ, уха и куриный суп с вермишелью. О важности первых блюд в рационе расскажет Наталья Новикова. Само слово «суп» считается французским, но происходит оно от позднелатинского «супа», что означает «хлеб, размоченный в отваре». Так называют блюда, представляющие собой отвар из мяса, рыбы, грибов, овощей и крупы. Россия сегодня считается одним из лидеров по потреблению супов. В стране каждый год съедают более 30 миллиардов порций супа. По потреблению этого блюда россияне уступают лишь китайцам. Примерно 90% употребляемого в России супа готовят дома. Впрочем, с удовольствием едят суп и в кафе, и в ресторанах. Очень часто заказывают супы. У нас в ней много супов, но особо популярно используются, конечно же, лапша. Его нам сегодня и приготовили в ресторане «Базар». Для того, чтобы приготовить куриный суп, нам понадобится куриная грудка, морковка, лук, лапша куриная и, соответственно, куриный бульон. Вот мы сначала делаем пассеровку. Для этого можно натереть, можно нарезать тонкой соломочкой. Такая вот соломка получается. Лук мы режем полукольцами. И обжариваем все это дело. Далее добавляется курица и бульон. Пока все это дело варится, можем нарезать зеленью, потому что так наша лапша будет намного вкуснее и симпатичнее. После добавления лапши достаточно подождать всего несколько минут, и блюдо готово. Спасибо. Вот таким, в общем-то, несложным образом супа появляется у его счастливого обладателя. Ну и, конечно, в любом случае, это не только полезно, но и вкусно. В общем, питайтесь вкусно и полезно. И не забывайте отдавать дань первым блюдам не только в Международный день супа. Ну а сегодня, в этот необычный праздничный день, хочется сказать спасибо тем, кто придумал такое изобилие рецептов полезных первых блюд, а заодно и тем, кто придумал сам праздник. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok